В детских садах Якутска с 1 января следующего года внедрят единое меню, составленное с учетом национальных и территориальных особенностей питания. В настоящее время проект экспериментально действует в четырех дошкольных учреждениях. Новое меню сегодня презентовали в детском саду «Северные звездочки», где побывали глава города и руководитель Роспотребнадзора. Как планируют кормить детей в городе, выясняла Марьяна Кутакова. На обед мы будем кушать гороховый суп с гренками, на второе будет картофельное пюре с запеченной рыбой, с тайменем, с нашим местным. На третье будет морс из нашей же брусники и хлеб, и якутская лепешка. Котлеты из якутской рыбы, отварная жеребятина, кефир, брусничный морс и пироги. Эти и другие местные продукты с 1 сентября разнообразили привычные блюда дошколят. Меню здесь составлено не на 10 дней, как обычно, а сразу на 20. Сбалансированное питание согласовано с Роспотребнадзором и рассчитано на все категории детей, в том числе и аллергиков. Вся суть того, что это меню, почему оно хорошее, потому что оно рассчитано на 20 дней. То есть в течение 20 дней ребенок не будет питаться одними и теми же блюдами, которые были ранее рассчитаны, к примеру, на 10 дней. Что больше всего нравится кушать в садике? Якутскую лепешку, борщ и рассольник. И ставлю миллион лайков им. Сегодня стоимость питания в детских садах составляет 168 рублей в день. С внедрением единого меню стоимость будет 200 рублей. В следующем году финансирование дошкольного питания увеличат более чем на 70%. Только бюджет города на следующий 2018 год будет предусматривать сумму на 72 миллиона больше, чем в этом году. Конечно, определенное увеличение родительской платы тоже будет, но оно не будет таким значительным. Я уверен, что родители тоже с пониманием, я со всеми разговаривал, все с пониманием относятся к этому, потому что на самом деле дети наши будут кушать качественные продукты. Таким образом, со следующего года единым 20-дневным меню будут обеспечены все детские сады Якутска. На сегодня это 59 муниципальных и порядка 30 частных детских садов. Стоит отметить, что внедрение проекта не только отразится на здоровье детей, но и внесет свой вклад в поддержку местных производителей.